Это программа городские встречи. Меня зовут Максим Васильев. Здравствуйте. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы в Новомичуринске. Более того, на крыше одного из многоквартирных домов. А все потому, что в Рязанской области уже полным ходом идет программа ремонта этих самых многоквартирных домов. Об ее особенностях поговорим сегодня с руководителем фонда капитального ремонта Дмитрием Калачевым. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Давайте оценим масштаб работ. Где, сколько, чего и когда. В этом году планируется фондом провести капитальный ремонт, отремонтировать порядка 1100 конструктивных элементов, чуть более 500 многоквартирных домов по всей Рязанской области, в том числе по городу Новомичуринска. Планируется отремонтировать 10 многоквартирных домов, где-то порядка 26 конструктивных элементов, крыши, фасады, инженерные коммуникации. Также в двух многоквартирных домах уже произведена замена лифтового оборудования в этом году. Где мы сейчас находимся и какие работы здесь были уже выполнены? И я так понимаю, что это было достаточно оперативно сделано. Да, ну смотрите, у нас не так давно был заключен также договор на выполнение работ по городу Новомичуринску с подрядной организацией ООО СКД. На данном доме, Смирягино, дом 19, наверное, две недели назад зашли подрядчики, оперативно отремонтировали крышу. Причем была полная замена рулонного покрытия, демонтаж, выполнена разуклонка асфальтобетоном, постелили новый слой покрытия. Также выполняется сейчас здесь капитальный ремонт фасада, производится расшивка швов, герметизация швов. Также выполняется штукатурка фасада и с последующим нанесением штукатурного слоя края. Что придает эстетический вид, продлевает нормативный срок службы данного фасада, защищает его от всяческих воздействий атмосферных. Люди должны принимать участие все-таки в принятии решения о проведении капитального ремонта. В любом случае, программа у нас утверждается, она публикуется. Все, в принципе, знают, когда у них должен быть капитальный ремонт. Но почему-то на сегодняшний день люди не активно в этом принимают участие. Ведь если говорить о том, что после того, как утвердили программу капитального ремонта, людям направляется предложение о проведении, после принятия решения, а это занимает порядка не менее трех месяцев, принимает решения. Если собственники не принимают решения, за них принимает органы местного самоуправления. Потом фонд объявляет отбор на разработку проектной документации. Разрабатывается документация, и только после этого объявляются торги уже на заключение о строительстве монтажных работ. И в целом это занимает не менее полугода. И вот как раз-таки в этом промежутке времени, ну, собственники должны принимать какое-то участие. Потому что, когда приходит уже подрядчик, а это ведь он не тут же, не в одночасье пришел и начинает работать. Начинает поступать обращение. А почему, допустим, мне красят вот так фасад, а не в этот цвет? Ну, если бы здесь было участие собственников изначально при моменте разработки проектов, вот все вопросы практически можно было бы подкорректировать. Опять же, есть определенные СНИП и ГОСТы, по которым проектная организация, в соответствии с которыми, наверное, разрабатывает эти проекты. И говорить о том, что здесь где-то сделано правильно, где-то нет, ну, будет немножко, наверное, корректно. Да, наверное. А скажите, пожалуйста, возможно ли, скажем, ускорить тот или иной ремонт, если я вижу, допустим, что у меня на 23-й год, на 24-й, каким-то образом ускорить приход строителей можно или нет? Ну, вообще, возможно, существует процедура. Она, в принципе, предельно проста, но, наверное, будет экономически затратной для собственников. То есть, в любом случае, собственник ежемесячно платит взносы. Здесь существует такое право у собственников провести раньше капитальный ремонт. Для этого собственники проводят собрание, на нем решают о проведении капитального ремонта, собирают денежные средства, нанимают подрядную организацию, им выполняют этот капитальный ремонт, и собственники в фонд предоставляют уже соответствующие документы о проведенном капитальном ремонте, и фонд принимает решение за честь денежных средств в счет последующих взносов. И вот на ту сумму, на которой собственники отремонтировали себе крыша, фасад распределяется на последующие периоды, и собственники в течение 3-4-5 лет уже не будут платить за капитальный ремонт. Но это как бы сделали наперед самостоятельно. Вот вы заговорили о деньгах, всех интересует главный вопрос. Куда идут деньги, мы платим за капитальный ремонт, у нас он через 2 года, куда идут эти деньги, как их отследить, как ими управлять, это, наверное, один из главных вопросов. Да, на сегодняшний день у нас порядок, собираемость взносов на капитальный ремонт порядка 90%. И вот здесь все-таки есть определенный недобор, дефицит денежных средств составляет порядка одного, там чуть больше одного миллиарда рублей. Это колоссальные деньги, если взять в разрезе там каждого конструктивного элемента или многоквартирного дома. То есть при стопроцентных взносах на капитальный ремонт был бы охвачен большее количество домов и отремонтировано. Исключительно могу сказать, что все денежные средства, все взносы на капитальный ремонт, которые поступают на счет регионального оператора, тратятся только на капитальный ремонт и никуда более. На сегодняшний день процент износа жилого фонда значительно высокий. И программа по большому счету не так давно начала оперативно и в большом объеме работать. И вот здесь происходит некий диссонанс, когда отремонтировать нужно много, а собираемость невелика. А на сегодняшний день действительно требуется гораздо больше провести ремонта, так как дома у нас некоторые попадают там и 1900 года постройки, 1890-х, даже такие встречаются дома. Их нужно капитально ремонтировать. И вот в этом случае все-таки решает проблему отчасти спецсчет. Переход собственников на спецсчет, когда они имеют право открыть специальный счет и выйти там на... также самостоятельно они уже занимаются... Но они без региоператора, да? Да, без... там четыре варианта, где они открывают спецсчет. Это товарищ собственников жилья, это управляющая компания, три, три варианта. И это региональный оператор на счете регионального оператора. То есть они могут открыть специальный счет на счете регионального оператора, владельцем которого является. Но все действия они будут совершать самостоятельно. Уполномоченное лицо от имени собственники будет совершать самостоятельно. Аккумулировать взносы, вести претензионную работу, нанимать подрядчика, выполнять все работы и... Но это нужно очень много энтузиазма на самом деле. Да. Да, и, наверное... У нас порядка 400 из... там чуть более 6000 многоквартирных домов вообще в программе капитального ремонта. И порядка 490, если я не ошибаюсь, там, многоквартирных домов, которые находятся на специальном счете. Самое время поговорить сейчас о значимости взносов за капремонт. И давайте узнаем, каков порядок оплаты и есть ли льготы для людей по этим платежам. В целях улучшения качества обслуживания населения фондом капитального ремонта многоквартирных домов заключен контракт с муниципальным предприятием, кустово-учислительным центром, который осуществляет прием платежей и их обработкой. Также осуществляет деятельность по формированию платежных документов. Каждому собственнику на квартирном доме приходит платежный документ, по которому можно прийти в любой пункт КВЦ и произвести оплату. Кроме этого, есть возможность оплатить взнос в терминалах крупных банков, Сбербанк, Привовне-Шторбанк, Сельхозбанк, в любом почтовом отделении. А также произвести оплату посредством электронных переводов. Сведения с пошаговой инструкции имеются на сайте фонда. Что касается льгот? Что касается льгот, следует отметить следующее. Льгота является не освобождением от уплаты взносов на капремонт, а представляет собой возврат части уплаченных взносов. Для получения льгот необходимо обратиться в службу соцзащиты по месту проживания собственника. Данная норма носит заявительный характер. Какие санкции предусмотрены для неплательщиков? Жилищным кодексом предусмотрены виды воздействия на неплательщиков в виде оплаты пени, которая начисляется на 31 день просрочки. Размер составляет 1,03 ставки рефинансирования на каждый день просроченного платежа. Кроме этого, с неплательщиками взносов фонд ведет системную работу, так называемую претензионную исковую. Есть некое заблуждение. Смотрите, в моем доме производят ремонт фасада, ремонт крыши. В это же время приходит начисление оплаты за капремонт. Люди не понимают, это весь ремонт, который происходит, или же день, и зачем тогда деньги им приходят на оплату. Или же это всего лишь часть капитального ремонта, а деньги потребуются на другие конструктивные элементы. Как бы здесь вопрос такой. Ремонтируется один конструктивный элемент. Вы собрали деньги. Достаточно ли средств собранных надо отследить по начисленным уплаченным взносам на затраченные суммы для проведения строительных монтажных работ, которые были уже содействованы. Здесь нельзя сказать, что вы собрали деньги, ремонт провели, и больше средств не потребуется. Исходя из того, что программа рассчитана на 30 лет, каждый дом ремонтируется поэтапно. То есть, в программе прописано, в какие сроки, в каких объемах каждый многоквартирный дом ремонтируется. И собранных за весь период средств должно хватить на проведение работ по каждому конструктивному элементу. Насколько вообще этапов включает в себя или перечень работ капитальный ремонт? От того, как жители решили обратиться и до завершения. Ну, наверное, начнем с того, что от утверждения региональной программы, потом формирование краткосрочного плана реализации этой программы. Фондом направляются предложения в адрес собственников. У них есть срок для принятия решения о проведении капитального ремонта 3 месяца. В случае, если собственники, ну, опять же, принятие решения, это не менее 2-3 голосов на общем собрании. Собственники должны собраться, утвердить перечень вопросов, согласовать, утвердить предельную стоимость о проведении капитального ремонта. И для этого должно проголосовать не менее 2-3 голосов. После чего, если собственники не приняли решение, то в этом случае за них принимают решение органы местного самоуправления. У них тоже, согласно жилищному кодексу, отведен срок не более 1 месяца. После того, как фонд получает решение той или иной от собственников или от органов местного самоуправления, фондом готовится документация на разработку проектно-сметной документации. Заключается договор. В рамках 615 электронные торги объявляются. По результатам заключается договор. После того, как определяется срок для разработки проектной документации, как только проектную документацию разработали, передали в фонд, после этого начинается процедура отбора, такая же процедура отбора подрядных организаций, уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Срок оплаты 365 дней. Подразумевает выполнение работ, получается, за свой счет? Да, подрядчику оплачивается аванс в размере 10%. Все остальные работы он выполняет исключительно за свой счет. Ну, для этого договора мы предусмотрим, что подрядчик, во-первых, он должен быть в реестре коэффицированных подрядчиков. Потому что только после этого он имеет право, допускается к электронному аукциону и может участвовать. То есть и черный список тоже имеется? Не скажу, что черный список, мы его так назовем, наверное, реестр недобросовестных подрядчиков, но его формирует, как раз-таки его ведет ФАС у нас, Федеральная антимонампроводная служба Паризанской области, и включением занимается туда, в этот реестр. И вот как раз-таки подразумевается, что у подрядчика должен быть определенный... Потенциал и запас, да? Потенциал и запас, да, который все-таки, он подрядчик целиком и полностью обеспечен необходимыми ресурсами для выполнения этих работ, соответствующими, квалифицированными рабочими. На сегодняшний день вообще, в принципе, прорабатывается вопрос по, наверное, общему мониторингу всего жилого фонда или хотя бы в части там определенного плана шестилетки программы. Вот именно выполнить необходимые виды работ, те, которые действительно нуждаются, те, которые не нуждаются, они могут подождать, и их можно отремонтировать текущим ремонтом. У нас управляющие компании не хотят заниматься этим. Спихнули на капитальный ремонт, и больше они никуда не притрагиваются. И пять лет гарантию несет подрядчик, даже кран прорывается, вот куча обращений поступает. Управляющая компания, я говорю, я не буду ничего делать. Само строительство? Капитальный ремонт, конечно. Спасибо вам за участие в программе. Напомню, у нас об особенностях программы капитального ремонта многоквартирных домов мы говорили сегодня с руководителем фонда регионального капремонта Дмитрием Калачевым. Спасибо. А мы с вами еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!